Здравствуйте! Мы находимся в теплице. Сегодня мы будем заниматься высеваем семян помидор. Вот вчера мы их замачивали, протравливали марганцово-кислом калии, потом слегка просушили, промыли, просушили. Вот они уже такие сыпучие семена у нас, подготовленные. И не совсем они сухие, такие вот как раз то, что нужно. И сегодня мы будем сеять в грунт. Сегодня днем здесь была температура почти 41 градус. Очень было жарко. Открыли двери, проветрить, чтобы температуру снизить. Сейчас в данном случае температура 14 градусов. Землю я вчера полила, разровняла, приготовила. С осени мы сюда вносили. Здесь есть и перегной, и есть компост. Земелька хорошая, пушистая, слегка влажная. Немножко протряхла она за ночь. Вот как раз самое то, что нам нужно. И сейчас мы будем сеять семена. Итак, с чего мы начнем? Я вот положила досточку, чтобы землю не утаптывать, тогда буду сеять семена. Так вот, плоскорис фокина у меня, он хороший на все случаи жизни. Им и полоть хорошо, и рыхлить, и бороздки делать. Вот им я как раз и сейчас буду делать бороздку. Значит, сеять семена помидор нужно на 1,5-2 сантиметра в глубину, поэтому я сильно глубокие не делаю бороздки. Вот так вот, земелька рыхлая, хорошая. Воду сеять помидоры Дебарао розовый, вот. Семена сыпучие, очень удобно, ну чтоб не сильно густо, так стараюсь, и нередко, и не густо. Так, еще немножечко посыплю. Вот, еще хватит на один рядок, Семен. Так, теперь я их слегка закрою земелькой. Так, и после этого еще полью. Поливать буду отстойной водичкой, вот. Так, между ряди я делаю 15 сантиметров, вот так, переставляю колышки. Так, и второй рядок второй рядок у нас получились те же самые семена, вот это Дебарао розовый у нас. продолжаю снять. Так. Так. Итак, у меня получилось два рядка Дебарао розового, вот. Я первый ряд, вот где у меня был, поставила колышек, вот. И обязательно нужно записывать, ввести учет, вот. В блокнотике я записываю первый, второй ряд, у меня фигурная скобочка отмечена, что это Дебарао розовый. Все так точно они мне здесь будут отмечены колышками. Вот. Ну и так дальше я буду продолжать сеять семена разные другие сорта, вот. Сегодня я досеяла семена, вот, и полила их отстойной водичкой. Вот я вчера с вечера набрала воду, здесь в парничке постояла водичка, согрелась, вот. И полила, хорошо залила с рассеивателя. Нужно поливать обязательно с рассеивателя, чтобы не вымыть семена. Вот. И, значит, получилась вот такая грядка. Ну, где-то в длину 5 метров и в ширину полтора метра, так примерно. А вот, ну, вот эти колышки, колышками я пометила сорта. Вот там, где много вот колышек по рядочку, это те купленные семена их, потому что в пакетиках совершенно немножко. А вот здесь вот уже свои семена. Свои семена, конечно, выручают. Вот. Ну, значит, что хочу сказать. Теперь нужно будет поддерживать влажность почвы. Следить обязательно. Следить за состоянием почвы. Если почва, значит, 25-27 градусов, семена будут прорастать через 5-7 дней. Если, значит, более прохладная почва, семена могут прорасти и через 2 недели. Вот. Что нужно делать? Прикрывать землю. Смотря какая погода на улице сегодня, довольно-таки тихо, спокойно, солнечно. И температура в теплице сейчас на данный момент 25,5 градусов. Ну, все равно я пленочкой прикрою землю, чтобы она быстрее согрелась и чтобы семена быстрее взошли. В первые 4 дня после появления всходов температура должна быть 10-11 градусов. По мере роста в солнечные дни 15-18 градусов. В пасмурные дни 13-14 градусов. Ночью 9-10 градусов. То есть нужно устанавливать термометр, чтобы он был в земле и наблюдать. Вот. Ну, приоткрывать, конечно, двери теплицы. Проветривать. Вот. Следить обязательно за влажностью. И еще хочу напомнить. Обязательно, когда будете, значит, протравливать семена, придерживайтесь. Однопроцентным раствором марганцовки и обязательно на 20 минут, не больше. Вот. Хорошо тщательно промывать семена после этого. Вот. Чтобы они протряхли и сеять их не сухими, а слегка такими вот влажноватыми. Ну, чтобы не прилипали к рукам. Чтобы семена были сыпучие. Вот. Тепличку я сейчас, несмотря на то, что здесь тепло сегодня, все равно я прикрою пленочкой, чтобы земля быстрее прогрелась и быстрее у меня взошли семена. Ну. Когда на десяти процентах площади появятся всходы, пленку снимают, а неждурядья рыхлят. Вот и все. Желаю вам успехов в выращивании рассады помидор и до свидания.